Зомби Боя Собственно, участие в клипе Леди Гаги обеспечивало Зомби Боя окончательную известность. Помимо участия в показах одежды, он снимался для таких журналов, как GQ Vogue, появлялся в телешоу, например, топ-модель по-австралийски. И даже вместе с Кианарисом засветился в фильме «47 Ронинов». Перед смертью Рик Дженнист работал с бывшим гитаристом робо-зомби Майклом Риггсом. Над его новым альбомом отмечает ET Canada. Судя по последним постам Дженниста в Инстаграме, он также участвовал в благотворительном проекте Orange Door торговой сети Home Depot, который помогал молодым бездомным. О смерти Зомби Боя известно, что Рика Дженниста нашли погибшим в его доме в городе Монреаль, в районе Плата Монруаль. В среду 1 августа, по версии полиции, которую проводит CBA, он покончил с собой. Другие издания, впрочем, отмечают, что официальной информации о причине смерти модели пока нет. Зомби Боя фактически не дожил 7 дней до своего дня рождения. 7 августа ему бы исполнилось 33 года. 2 августа в Инстаграме и Фейсбуке с Зомби Боя появилась запись с изображением кольца света во тьме, которую он снабдил стихотворением собственного сочинения. Публикацию Рика, вероятно, всего поставил на автотаймер перед тем, как покончил с собой. Услышьте же нашу жажду безумия, ищущую глубоко изнутри. Наши молитвы такие яростные и ледяные. На металлических гробах, освободите их в лунном свете. Сообщив о смерти Зомби Боя, Леди Гага призвала подписчик внимательно относиться к своему психическому здоровью в случае чего просить помощи. Она написала, что согласно ученым, чтобы сформировать привычку, нужен 21 день. Если вы страдаете от ментального заболевания, я призываю вас сделать сегодняшний день первым в вашей борьбе с ним. Попросите о помощи. Если вам плохо, если вы знаете кого-то, кто страдает, помогите ему. Модельное агентство, с которыми сотрудничал Зомби Боя, также сообщили, что скорбят Парику. Себя же хочу заметить, что смерть Зомби Боя это достаточно печальное событие, потому что эпоха все отодвигается и дальше, и дальше. Вспомните, когда Леди Гага начинала свой путь, сколько было предрассудков, сколько людей ее ненавидели за внешний вид, и готовы были покалечить даже, кидали в нее яйца и так далее. И как ни странно, проблема с психическими заболеваниями и непониманием очень сильно стоит в России. Доменклатура в России хочет, чтобы все походили на ботоксную крысу и одевались, выглядели, вели себя одинаково. Но если мы будем вести себя одинаково, то будет сплошная серость и не будет разных людей. Такие люди, как Зомби Боя, они просто необходимы обществу в данный момент среди всей этой серости. Но с другой стороны, опять же, проблема с психологическими заболеваниями в России, она очень серьезная. Это никто здесь не обсуждает и не лечит. Проще все сваливать на какие-то группы типа синего китая, чем говорить о психологическом состоянии подростков. Это как в ситуации со СПИДом, когда все в России молчат об этом заболевании. Идет сильнейшая эпидемия, но никакого образования мы об этом не слышим. Если купировать проблему, проблема сама себя не решит. Совершенно недавно в Украине избили подростка за его внешность. Причем это случилось фактически в центре города. Все предвзятые вещи, которые созданы для угнетения людей, для угнетения личности, надо искоренять. Только вспомните, как какое-то время назад запрещали на работу брать людей с татуировками. Были по счету татуировок конкретные предрассудки. Часть это связано с зоновской тематикой. Но на самом деле, работодатели угнетают внешность, заставляют одеваться одинаково, стричься одинаково. И в далеком 2007-м все прекрасно понимали, что, черт, система ломает людей. Сейчас же все идут по стройке смирно, равняясь на тренды, равняясь на моду. Но когда появляются такие люди, как зомби-бой, наверное, они из омрудина нашего общества. На самом деле их надо ценить и беречь. Люди, которые, в принципе, бросают вызов этому обществу. В свое время зомби-бой сколухнул общество, но общество так и не перестает избавляться от предрассудков. А появляются и даже новые. Об этих темах надо говорить, нужно их обсуждать. Поэтому делайте лайки, репосты, рассказывайте друзьям. Вместе мы сможем преодолеть стену непонимания и стену предрассудков. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok